Сергей Иванович, здравствуйте! Спасибо, что нашли время встретиться с нами и поговорить о наболевшем, об успехах и радостях. Буквально на днях в Республике отметили День работников сельского хозяйства и, конечно, самое время подвести предварительные итоги года. Уже можно об этом говорить. Это так? Да, это так. Это было озвучено главой Республики Хакаси, председателем правительства Республики Хакаси Виктором Михайловичем Зиминым на торжественном собрании, мероприятии. Но хочу, конечно, повториться. В этом году мы собрали 130 тысяч тонн зерновых, обмолочено площадью 89 тысяч гектаров, с урожайностью 14,1 гектара. Год для нас был непростым, тяжелым. Апрель пожары, в июне засуха. Конечно, мы благодарны Всевышнему, потому что в середине года произошла природная корректировка, пошли дожди, и мы как-то выправили эту ситуацию. Но, к сожалению, не все так гладко. И в августе месяце у нас произошло в Республике градозабитие в трех районах. Вы сами об этом знаете. Тобейский район, Алтайский район, Ширинский район. И нам пришлось спицать около 17 тысяч гектаров на кормовые единицы. Сергей Иванович, лучшим районом уже который год подряд признан Ширинский. Все мы знаем, что после апрельских пожаров там был, пожалуй, наиболее серьезный урон, ущерб. Какими силами все-таки, благодаря чему, кому удалось выправить эту ситуацию, и все равно они лучшие? Ну, благодаря, конечно же, крестьянам, которые трудятся на этой земле, которые трудятся в Ширинском районе, в других районах, я им всем очень благодарен, низкий им поклон. Благодаря директорскому корпусу, фермерским хозяйствам, главам фермерских хозяйств, которые не опустили руки, продолжили работать после такого природного катаклизма. Из 38 пострадавших хозяйств, ни одно хозяйство у нас не закрылось. Всем огромное спасибо. Практически уже все восстановились. Кто-то еще, может быть, довосстанавливается. Но, тем не менее, мы сохранили и умножили то поголовье. Мы прибавили на 33 тысячи с половиной мелкорогатого скота. На сегодняшний день у нас 187 крупно-рогатого скота, тысяча, я имею в виду, голов. Поэтому все эти люди, которые работают на земле, они оптимисты по жизни, трудяги. Поэтому низкий им поклон и благодарность. Мы знаем, что ежегодно ряды пополняются тех, кто желает все-таки работать на земле. Давайте поговорим о поддержке начинающих фермеров. Знаем, что в этом году тоже были определенные усилия приложены, и они принесли результат. Да, у нас в этом году как начинающие фермеры, так и семейное животноводство получили гранты. Все те люди, которые участвовали в конкурсе, они все остались удовлетворены. Кто-то на развитие животноводства брал, кто-то растеневодство. Есть у нас и семейные фермы, которые захотели работать с семьей. В планах остается мероприятие по Хакасской баранины, которое было озвучено главой республики Михаиловичем Зимином. Мы над этим работаем и будем работать. Для того, чтобы этот бренд запустить, нам нужно увеличивать поголовье, чем мы все вместе занимаемся. Подскажите, есть ли уже какие-то планы на следующий год? Будет ли сохранена на таком же уровне поддержка государства, республики своим фермерам? Либо, может быть, произойдет какая-то корректировка в ту или иную сторону? На сегодняшний день еще федеральный центр не определился. Вы все знаете прекрасно о том, что бюджет принимается на 11 месяцев Российской Федерации. Пока никаких цифр до нас федеральный центр не доводил. Я надеюсь, до конца года доведут. Но что касается республиканского бюджета, то благодаря воле главы республики Михаиловича Зимина поставлена задача сохранить на уровне 15-го года финансирование и плюс добавить на 210 миллионов плюсом. Те усилия и программы, которые были начаты 5 лет назад, они не должны погибнуть, закрыться, а наоборот продолжать работать и усиливаться. А какова судьба зарекомендовавших, так скажем, себя программы поддержки малых сел и гранты дачным обществам? Что-то известно по ним? Вчера на сессии на Верховный Совет вышло с предложением о том, чтобы грантовую поддержку дачным обществам увеличить на 4 миллиона рублей, которая на следующий год составила 14 миллионов рублей. Это будет поддерживаться, потому что благодаря и дачникам, и фирменским хозяйствам, которые занимаются овощеводством, мы заложили 4,5 тысячи тонн овощей. Это достаточно для того, чтобы количество проживающих граждан республики Хакасия прокормить. У нас еще есть фирма, которая выращивает в закрытом грунте, это Воскресенский, вы знаете. В этом году они начали производство томатов, то есть помидор-черри. В планах у них и дальше развитие, довести до гектара теплиц своих, тот же овоцелинная, которая пострадала в осенних пожарах. Построили два телятника современных. В планах у них строительство нового жертвовательского комплекса на 1200 голов, что позволит увеличить производство молока. Также в этом году, как вы знаете, запустился сушильное хранилище и переработки зерна, это УБИЮСА на 14 тысяч тонн. Восстановилось хозяйство Аграси в Бийском районе полностью. В планах у директорского корпуса, у собственников. Тоже большие перспективы развития, постройка новых корпусов животно-отческих. То есть люди, которые работают в сельском хозяйстве, прекрасно понимают, что если бы не их занятие сельским хозяйством, то нам бы, конечно, пришлось покормить наше население. За что им отдельная благодарность. И вот, кстати, на этой неделе была возможность уже действительно поощрить наиболее заслуженных. 12 автомобилей было вручено. И впервые особое внимание было уделено чабанам. Расскажите, откуда вообще такая идея? Почему сейчас такой интерес к этой профессии? И вообще, как они реагируют? Потому что все-таки действительно получить вместо привычной кобылы Ниву, на которой также можно следить за стадом. То есть наверняка немало восторгов. Ну, вообще, это идея главы, опять же, Виктора Михайловича. Он прекрасно понимает о том, что если развивать сельское хозяйство в нашей республике, мы должны каким-то образом стимулировать эту профессию. Профессию чабана. Поэтому им было принято решение, и он в прошлом году объявлял о том, что 15-й год объявить годом чабана. Если брать историю, то у нас в Хакасии очень много было заслуженных. И, насколько я знаю историю, в том же ГПЗ России, Алтайском районе, там четыре героя соцтруда было чабану. Если брать историю Советского Союза, то у нас в Хакасии насчитывалось там большое поголовье в Сибирском федеральном округе. На 1 января 1991 года это поголовье составляло 1 564 000 акций. На сегодняшний день 330 000. Но в планах есть побить показатель? Да, побить этот рекорд, ну, будем говорить, не рекорд, но достичь того же уровня. Мы не только поощряем каких-то руководителей, да, мы должны с вами сегодня понимать, что профессия колхозника, да, и рабочего, она утрачена за эти годы. Вот, если в Советском Союзе это как-то был престиж, вот, чабан, это же не простая профессия, это кругло... ежедневное, круглогодичное нахождение, не в простых условиях, да, мы вот в кабинетах сидим с вами, да, а они на мороз и стужу, так называемую, все равно пасут скот, ухаживают за ним, работают с ним, поэтому, сохраняя, перемножая, делают для того, чтобы у нас с вами на столе было мясо. Редактор субтитров А.Семкин